Наметили вы общее всего человека. Вот, общая линия руки, общая линия ноги и руки. Осталось таки сравнение с тобой или кистью. А какой длины должна быть кисть? Давайте, смотри, вот предплечье, согласны? Да. Я кладу свою кисть к основанию предплечья. Раз, так, два. Ну, примерно один с половиной, полтора. Немножечко больше, чем полторы длины кистью. Это отчасти от возраста, отчасти от комплекции человека. Но где-то всегда немножко больше, полутора раз, кисть должна выкладываться с предплечья. Можно то же самое с бедром сделать. Если понимаете, где у вас, то забедренный штаб, а очень легко как-то и делать, так как говорится, на бой. И сразу почувствуйте, вот там точка вокруг, которой нога вращается. Вот он, забедренный штаб. Вот он. Вот забедренный штаб коленки. Меряем. Раз, два. И попали как раз на середину коленка. В результате, что длине оказывается? Предплечье или бедро? Бедро. Бедро длине. Попробуем плечо измерить. Раз. Видите, куда я уехал? Так же, как и предплечье. Полторы. Для стопы, да? А, да. Внимание, вопрос. Здесь человек стоит на четыре. Да? Вот сейчас я нарисую человечка, схемку. Человечка, который стоит на четыреньках. А вы скажете, допустил ли я ошибку или не допустил ошибку? В чем ошибка? В чем ошибка? Размотен, а вы с ногами. Ребята, когда человек вот так стоит на четыреньках, у него плечо и таз на одинаковую высоте, что ниже? Плечи ниже. В чем дело? Плечевой отдел короче бедренного. Так? Ребята, для того, чтобы рисовать человека больше-менее профессионально, надо очень хорошо понимать соотношение разных участков. Так что, сейчас задача. Позу выбирайте сами, я не депутую вам форму. Желательно, конечно, не точно вас и не точно проще. Идущие, сидящие, бегущие, прыгающие, какого угодно. Только сначала каркас. Сначала каркас. Вот я подскажу, даю комментарии, можете поправьте. В итоге говорю, все, принимаю. А может, это божистское представление, нельзя стуль сделать? Ребята, сначала человек. Ну, намейте стул, там, в грубо говоря, стул намейте. Много времени стул не уделяйте. Так? Итак, общей фигуре переходим только после того, как я принял каркас. Вот, придумывайте сами для себя человечка. Сильно не нажимаем, еще раз я говорю, когда делаем эскиз. Очень мягкий, очень легкий движение карандашом. Вам же потом интеллинию выбирать. О, как! Так, ради интереса, как-нибудь в спортивном зале или на улице, попробуйте встать в такую позу, как вы нарисовали. И, посмотрите, вам это удастся или не очень? Вот так вытренить ноги в этом положении невозможно совсем. У вас стопы отворятся. А плюс к этому, у вас хитрым образом, при виде сбоку, плечи попали на одну линию. Опять же, так он быть не может. О, как он у вас болтыкает. Славно, славно. Только позвоночник в этой положении, как по-вашему, так останется прямой палкой или нет? Во-во-во, тут не так. Вы почему-то позвоночник ему в подмышку выглядели. Понятно, что позвоночник все-таки вот так вот выйдет к основанию головы, да? Во-во, другое дело. Да. Ой, не везет ли у ваших ребят? Покажите, где шевер он кончается. Кончается, какой точка. Вот в этом. Ага, ладно. Значит, считаем. Грудной изгиб позвоночника. А это какой? Поставленный. Вот так. Так, пятый. Обратите внимание, пятый изгиб, он идет в сторону носа или в сторону попа. Сложный попа. Правда, пятый? А я пятый. А у вас куда он идет? С вашим человеком случилось тяжелое боли. Его просто вот так вот как-то взяли и смяли. Хорошо. А где у этого человека плечевой штат? Плечи у него нет. О, как. Я стою или сижу к вам боком, да? И плечо у меня вот здесь. Или все-таки не здесь. И шею у человека все-таки не однако. В результате, если вы хотите посадить вашего человечества, то тогда все-таки вот так. Вот еще больше так вот это будет. Так? Хорошо. А дальше? Мы с вами говорили, что примутить мы, а примутить звоночек не бывает. А это значит, 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 вот так. И вот так. А это значит, вот так. И вот здесь. Идеи-то понятно? Так что, давайте попробуем все-таки без треугольников в теле человека. Потому что на самом деле никаких треугольников там не попадает. Еще раз. Не пробуйте сразу нарисовать комплекс. Сначала каркас. Главное линию. Смотрим. Вот. О, Майк, вы победили себя. Поздравляю. Теперь соотношение длины ведра-длины туловища примерно соответствует действительности. Длина ведра и длина голени, ну, более или менее. Реально, голени все-таки по длине. Так? Оля, вы победили дьявола. Скажите, пожалуйста, это у вашего заяца. Какой же статус? Какой же статус? Мы же с вами разы собираемся тем, как устроена камера. Какой же статус? Угу. Так вот это как можно так. На передней барке, да? Ну, давай, не ищи заяць. Давай рассмотрим. Вот это честь, на которую заяць опираются лапой. Это какая честь? Вот это. Ну, кисть. Какой-то улжайся, у меня спорта. Значит, кисть. Хорошо. Дальше идет вот эта восходящая часть лапы. Она идет, восходит до какого-то статуса. Это не так, к лапы. Скажи, пожалуйста, это вы улжайся. Куда сгибается лапы? В сторону головы или в сторону головы остается? В сторону головы. А хотя у одного зверя, вот сего и сустава, может изгибаться в сторону головы. Такого никогда не у кого не бывает. Мы, собственно, этим с вами вчера и занимались. Как могут гнуться ноги и руки, а когда не могут гнуться никогда, не у кого не бывает. Так? Да, я уже посмотрел. Так, ну, о, о, какой-то славно сохранить себя. Так. Власть, вы победили себя. Так? Нормально. Нормально. Нормально, только смотрим. Значит, на свою ногу посмотрите. Ну, вы в шорках, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, какая часть ноги у любого человека получше? Середина бедра или колена? Середина бедра. А ты, посмотри на своего человека. От него что, отпустили? Ну, ой, ну, как он здесь. Так. А так можно аж кирповать, да? А вот это вот сейчас. Так. Вот теперь уже на что-то похожее. Но в таком положении у человека наверняка спина вот так празднуется. Вот так. Мы же с вами говорили, что позвоночник образует этот гибр. Вот так. Хорошо. Итак, сегодня мы с вами немножечко поучились работать с каркасом живота. Да? А в следующий раз мы чем с вами займемся? Сейчас очень у многих возникает некоторая сложность. Такое ощущение, что к вашим человечкам подошел серый лук, да? И немножко по завтраку. У кого кусок бедра едем, у кого с животом проблемы, у кого вот в разных местах что-то отгрызено. Оказалось, да? Значит, в следующий раз мы с вами посмотрим, где и какие мышцы у человека расположены. Так? И вот когда вы будете каркас в следующий раз одевать плотио, пожалуйста, учитывайте. Так, в выпуске созданные мускулатуры.